Последний пример уже в бытность госпожины Биулиной на посту главы Центробанка, афера ВФК «Открытие», которая обошлась стране в 2 триллиона рублей. И сейчас банкиры в ситуации продолжающегося шестой год подряд падения реальных располагаемых доходов у населения вновь не просто на нем наживаются, но и гарантированно знают, что если граждане не смогут поведеть по долгам, на помощи банкам всегда придет государство. А государство это кто? Это мы с вами, российские налогоплательщики, которые в очередной раз вывернут свои карманы и оплатят банкет жирным котам. ДАЦБ пытается сейчас охладить рост потреб кредитования, повышать надбавки коэффициентом риска в зависимости от стоимости кредита. Однако, несмотря на определенное замедление, население только в июне этого года, то есть за один только месяц, нарастило долгов еще на 228 миллиардов рублей. В стране фактически не работает закон о банкротстве физических лиц, который в общем-то был принят в угоду банкирам, ведь защищает он их интересы, а не граждан страны. Но даже в этой ситуации в 2018 число дел о признании людей банкротами выросло в полтора раза. Почти 44 тысячи дел заведено в отношении лиц, которые уже не могут гасить свои долги. И это только цветочки, ягодки впереди, когда миллионам российских семей кроме долгов уже будет терять нечего.